А сейчас мы поговорим о массовой вакцинации. Дарон Ханак получил первую порцию вакцины, у него произошел паралич лицевого нерва. Здравствуйте, Дарон. Здравствуйте, Сиван. Что с вами произошло? Мы видим ваше лицо, но расскажите сами, что с вами случилось. 19 января я пошел делать первую прививку. После прививки у меня немного болела рука, но ничего страшного в этом не было. На следующий день утром, это было 20 число, я проснулся с сильной головной болью. И у меня произошел частичный паралич лица. Я вначале воспринял это не особо-то серьезно и пошел на работу. В тот же вечер я уже был в медицинском центре, где врач сразу сказал, что это последствия прививки, и что мне не следует делать вторую прививку. И назначил мне стероиды. На этой неделе я прекратил принимать эти стероиды. Вчера у меня была очень сильная головная боль. Один вопрос, Дарон, были ли у вас до этого какие-то хронические заболевания? Были ли у вас подобные случаи до прививки? Никогда со мной такого не происходило. Единственное хроническое заболевание, которое у меня есть, это диабет. С этой болезнью я справляюсь с помощью инсулина. Но кроме этого у меня нет никаких проблем со здоровьем. Я так понимаю, вам назначили стероиды, и вы завершили курс лечения стероидами. И даже после этого проблема не проходит, и никаких ответов вы не получаете. У меня просто ужасные головные боли. Как вы можете видеть, у меня до сих пор сильно искажено лицо. Мне тяжело пить, мне тяжело есть. Я пью через трубочку. Могу кушать только маленькие кусочки еды. В противном случае я могу подавиться. К тому же у меня пострадал и глаз, и я не могу его закрывать. На ночь приходится прикрывать глаз марлевой салфеткой. И ко всему прочему мне еще тяжело говорить. Что вам сказали врачи? Они вам как-то это все объяснили? Врачи говорят, что это может пройти через полгода, а может вообще никогда не пройти. Кроме курса стероидов, который я прошел, они не знают, как меня лечить. Они мне назначили еще один курс лечения стероидами. И они говорят, что это из-за прививки. Но никто из них не хочет писать в документах об этом. Они пишут, что это произошло в то же время, что и была сделана прививка. Я уже потерял всякую надежду. То есть в конечном итоге вы и не привиты оказались, потому как врачи вам не советуют принимать вторую прививку. Так еще и паралич лица случился. И вы, как говорится, оказались между двух огней. С одной стороны, опасность от коронавируса. Да, врачи мне сказали, что курс стероидов обнулил первую прививку, которую я сделал до этого. И врачи мне запретили получать вторую прививку. И как вы видите, я парализован, и я просто в отчаянии. Дарон, мы попробуем разузнать в вашей больничной кассе по этому вопросу. Дарон, желаем вам выздоровления и хорошего самочувствия. Мы получили ответ из больничной кассы, что по всей стране есть единичные случаи подобного паралича. И они сказали, что какая-либо связь с прививкой не доказана. С начала вакцинации не замечено увеличение количества людей с параличом лицевого нерва. Мы попросили также как-то отреагировать на это сообщение представителей Министерства здравоохранения. Они нам ответили, что уже поступали подобные жалобы. Они также признают, что подобное происходило в исследованиях, которые проводили Pfizer и Moderna. По их словам, такое происходило и после других прививок. В Израиле до сих пор нам известно о 30 подобных случаях. Если с вами произойдет подобное, они порекомендовали обратиться к лечащему врачу. Цури очень хотел получить прививку. Мне сделали прививку в понедельник вечером, и в среду я начал чувствовать боль в глазах. Они слезились. В среду вечером я вернулся домой, и моя дочь сказала, что мое лицо искривлено. Принимать ли мне вторую дозу прививки или нет, мы еще не решили. Сегодня я ограничен физически, я не могу как следует есть, я не могу пить, я не могу нормально с таким вот лицом общаться с людьми. Я очень переживаю, и я не знаю, чем это все окончится. Внезапно я почувствовала, что мое лицо парализовано. Я не чувствую мое лицо. Мне тяжело принимать пищу, мне тяжело пить. Я не могу закрыть правый глаз. Правая сторона просто парализована. Я прохожу проверки, я записалась на лечение альтернативной медициной, иглоукалывание, физиотерапия. Мне так же тяжело говорить. Врачи говорят, что редко, но такое случается. Я сомневаюсь, принимать ли мне теперь вторую дозу прививки. Не надо ни. Нет.